Более 400 талантливых детей в Астраханской области борются за право называться лучшими. На завершающей стадии находится конкурс детского и юношеского творчества. Это региональный этап. Как проходят занятия в творческих группах, расскажем в следующем сюжете. Ни шума, ни гамма, речевой тренинг. Голос – важный инструмент в актерской профессии. Владеть ею твердо решила 11-летняя Аня. Уже два года девочка занимается в театральном кружке. В ее портфолио несколько сыгранных ролей. В этой профессии меня привлекает практически все. Как актеры играют, как они все это понимают. Ведь не каждый может стать актером. Не каждый. Он должен воспринимать. Восприятие окружающего учит педагог из ГИТИСа, ведущего театрального вуза в России. Серия мастер-классов проводится в рамках конкурса КТК «Талантливым детям». Важно, чтобы они поняли, что на занятия нужно приходить с такой мечтой, что-то открыть в себе. Вот если есть вот это вот такое любопытство к самому себе, насколько я могу что-то в себе каждый раз открывать. Попробовать свои силы в будущей профессии. Такую возможность юным талантам уже почти 20 лет дарит Каспийский трубопромышленный консорциум. Компания выступает главным организатором проекта и объединяет юные таланты по различным направлениям. Музыканты, актеры, вокалисты, танцоры. Всего в Астрахани участниками проекта стали 450 человек. И это только региональный этап. Он завершится галоконцертом уже в понедельник. Победители представят Астраханскую область на всероссийском конкурсе. Анна Щербина, Николай Телефанов и Алексей Поляков. Вести. Астраханская область. Благодаря передаче.